Вы патриот страны своей? Ну как, есть такое. Скажите, пожалуйста, вот вы находитесь в торговом центре, в хорошем торговом центре, но так часто бывает, что все в основном производство Китая. Хотелось бы, чтобы было что-то советско-отечественное? И вот если качество будет как советское, действительно, то, в общем-то, хотелось бы. А вы знаете, что здесь есть советское качество? Ну, это, ну, не знаю. Посмотрите сюда, это все советское. Ну, фарфор, да. Мы сюда заглядываем посмотреть, пока так. То есть есть уже наметки, да? Да, хочется очень. То есть невзирая на то, что основные деньги сейчас тратим на еду, а к культуре там... Красивая штука, да, и хочется кушать вот из такой посуды. Вам нравятся красивые вещи? Да. Конечно. А есть что-нибудь вот сейчас представленное вообще на рынке, сделанное в России? Красивое. Да, иногда встречается, только редко очень. А вот если я вам скажу, что то, что за вами, это то, что сделано в России, вы удивитесь? Да. Мы подумали, вещи, которые носить надо, а не вот которые, из которых есть. Ну, а в том-то и проблема, что большинство вещей, из которых мы едим, они почему-то все сделаны в Китае. Да. А вот... Наши телевизоры-то тоже хорошие. Только у них цена гораздо дороже бывает. А если мы подойдем, посмотрим. Вас смущает цена, ну, вот за такой, за весь сервиз 5000 рублей? Нет. Нет, не смущает. То есть когда-нибудь, возможно, и приобретен? Да. Да. Ну, мне вот эти вот, как она, кжель называется, да, вот эти? Кжель вот здесь поставлю, можно вот к ним подойти. Мне очень нравится. А вообще, вот вам интересно, что, оказывается, российский фарфор ценился настолько сильно, что за ним приезжали из далеких стран? А это я знаю по истории. То, что сейчас раритетный российский фарфор стоит, ну, да, там, 2-3 тысячи долларов за штучку. Вот этого я не знала. А вот это раньше, как у бабушки, расцветка, как у бабушки раньше были сервизы вот такие, вот синенькие. То есть помним, да, то время, когда был запретный плод, из которого нам когда-то давали попить чайку или кофейку. Да. А теперь у наших детей будет такой плод? Конечно. Вы так внимательно смотрите. Я вот тоже облизываюсь вот при виде такого фарфора. Да, очень красиво. Вас радует то, что в гостином Двердин, наконец-таки, появилась отечественная экспозиция? Конечно. Конечно. Это очень красиво, очень доступно. Мне нравится. Ну, еще, наверное, доступно, потому что, оказывается, можно все по отдельности взять и потом собрать набор? Конечно. Допустим, мне нужно просто чайничек и, допустим, чайная пара. Да, вот я могу взять чайничек и чайную пару отдельно. Без сахарницы там, без... Допустим, я не кушаю сахар, этого не пью сливки. Что вы подарили своей супруге на рождение вот этого чуда? Еще пока ничего. А если вы ей подарите чайный сервис, она обрадуется? Ну, наверное. А если этот чайный сервис будет еще и вот такого качества, как представлен здесь? Ну, скорее всего, обрадуется. Ну что ж, пожелаем вам успехов. И когда ваш сын вырастет, самым любимым делом будет попить чай. Спасибо. Все-таки ребята подбегали, пока мы тут съемки делали, и спрашивали, для чего? Да, гостинка вот у меня рекламу не заказывает, а чуть-чуть рекламу я ей сделаю. Дело в том, что именно здесь я покупаю еду своему сыну. Вот. Именно здесь есть территория, где мне интересно. Под названием «Экспедиция». И рядышком здесь располагается то место, где я прикупил замечательный подарок на десятилетие своей свадьбы. Этот эмоциональный всплеск магнитогорцев очевиден. В городе живут умные и просвещенные люди, настоящие ценители искусства и жизни. Им просто не дают высказать свои чувства. Потому что все либо коммерциализировано до безобразия, либо раздавлено пофигизмом журналюк охочек до жареной новостной тухлятины. Вещи красивые вызывают и красивые комментарии, и блеск в глазах. А исконно российский императорский фарфор – это и украшение, и польза. Но как же можно всю эту красоту променять на бумажке в долларовом, евро или деревянном эквиваленте? Непонятно. Ну, золото еще туда-сюда. Хотя, по сути-то, вы получаете низкосортный сплав с стопроцентной маржой за работу. Это чудо, кстати, будет последним, что захотят стырить воришки. Ну, а щипачи просто на это не позарятся. Но это будет храниться и десятки, и сотни лет, только увеличиваясь в цене. При этом, если вас смущает слово «императорский», то это только красивый товарный бренд, которому более трех сотен лет. Конечно, я мог бы сделать и гламурный сюжет. Для этого мне бы пришлось одеть свой дорогой костюм, сюда ту самую золотую цепочку, пару персней есть они у меня. Ну и так. Ого! Да нет, ребят, город у нас простой. Я такой же простой человек, как и вы. Разницы нету. Конечно, люди стесняются. Но есть люди, которые видят красивые вещи. Как-то вот этот самый настоящий императорский фарфор, который императорский по сути, по сути истории. По цене же это абсолютно недорого.